Здравствуйте! Вы смотрите Geek Movies! Правда ли, что Ваканда будет в Громовержцах и что будет с сыном Т'Чаллы? Все ответы в ближайшие пару минут, а если у вас есть дополнительные вопросы, оставляйте их в комментариях, мы с радостью на все ответим. А для начала, для тех, кто невнимательно смотрел или вообще не смотрел фильм и пришел за спойлерами, напомним главные моменты. Рири Уильямс изобретает машину для поисков вибраниума. Оказывается, что он есть и не только в Ваканде, но и в океане, где в свое время помог вырасти траве, спасший народ Немора от гибели. Немор хочет убить Рири, Ваканда защитить. В итоге, по итогам конфликта, Шури, вырастившая искусственную траву, становится черной пантерой и побеждает Немора, становясь сюзереном его страны. Попутно вскрывается, что у Т'Чаллы был сын от Наки, Валентина Аллегра из сериала о соколе и зимнем солдате, жена Мартина Фримана, а ЦРУ хочет напасть на Ваканду. Такие вот дела. Если вы устали от шаблонных и заурядных кинокомиксов, то самое время переключиться на оригинальные графические романы. На русском выпущено много комиксов, как у DC, так и у Marvel, приобрести которые легче всего в интернет-магазине «Читай город». Например, оформляя предзаказы, будьте уверены, получите и прочитайте новинки из мира книг и комиксов в числе первых. Причем получить заказ можно как в ближайшем к вам розничном магазине, так и курьером на дом. А еще совсем недавно ассортимент «Читай города» пополнился настоящим бестселлером по версии New York Times. «Шестерка Атласа» — одна из десяти самых ожидаемых фэнтези-книг этого года в США. Ее написала Оливи Блейк, которая специализируется на фантастических и паранормальных романах. По сюжету тайная группа магов изучает запретные знания секретной библиотеки Александрии. Смогут ли они разгадать все загадки? Смогут ли выжить в битве за членство в тайном обществе? Ответы на эти вопросы вы найдете в новом бестселлере под названием «Шестерка Атласа». А еще при покупке этой книги вы получите эксклюзивные стикеры в подарок. Количество стикеров ограничено, так что поторопитесь. А самое главное, по промокоду GIK20 вы получите скидку в 20% на все книги, включая «Шестерку Атласа», кроме предзаказа. Промокод действует с 15 по 21 ноября. Переходите по ссылкам в описании. «Черная Пантера 2», будучи крайним фильмом четвертой фазы, запустила важный сюжет для фазы пятой. Он заключается в том, что страны всего мира хотят получить доступ к вибраниуму. Единственное, что их удерживает – это военная мощь Ваканды, тягаться с которой тяжело. Конкретно во второй «Пантере» этот сюжет побочный, но очевидно, что в одном из будущих проектов он станет основным. Учитывая включение в фильм Валентины Аллегры, далеко за кандидатом ходить не надо. Почти наверняка история с попытками достать вибраниум продолжится в «Громовержцах». Слишком уж жирно Марвел на это намекала. В таком случае в «Громовержцах» стоит ждать и Немора, который сейчас является вассалом Ваканды. Таким образом, фильм о команде злодеев превращается в весьма перспективный кроссовер, если, конечно, Марвел сможет все нормально реализовать. Одним из сюрпризов «Черной Пантеры 2» стало полное отсутствие доктора Дума. Согласно данным инсайдеров, Дум был во второй сцене после титров на ранних показах. В финальной версии оставили лишь одну сцену, а следовательно, злодея приберегли на будущее. С большой долей вероятности он тоже будет связан с вибраниумом и разборками вокруг драгоценного металла. Раз из «Пантеры 2» Дума вырезали, значит, намеки на него будут в следующем фильме этой истории. То есть в «Громовержцах». Не стоит ждать чего-то глобального, скорее всего, к этому времени Марвел найдет актера на роли и отснимет уже полноценную сцену после титров с его участием. Другая интересная деталь – полная перезагрузка самой франшизы о «Черной Пантере». Шури, во-первых, воссоздала сад с травой, дающий суперспособности. Во-вторых, в фильме показали сразу несколько костюмов на выбор. Эти факторы намекают, что в будущем в киновселенной может появиться сразу несколько «Черных Пантер», что, собственно, подтвердил и Кевин Файги. Он рассказал, что еще в 2018 году была идея дать костюм кому-то еще помимо Чедвика Боузмана. Теперь в 2022-м к этому открыли сюжетные двери. Да и кандидата в сцене после титров в лице сына Т'Чаллы представили. Правда, пока он очень молод. Но как тут не отметить очевидные планы Кевина Файги на проект о «Юных Мстителях»? Теперь в нем будет и молодая версия «Черной Пантеры». А вот с Немором все не так однозначно. На премьере фильма Кевин Файги не отрицал возможный сольника персонажа. Но после выхода ясно, что с ним пока придется подождать. Ибо получился Немор двояким. С одной стороны представили его на 5 с плюсом. История в сравнении с комиксами полностью изменена, но сделана очень хорошо. Толоканцы получили суперспособности от Вибраниума. Немор, будучи первым рожденным ребенком-гибридом, стал богом. А его силы на протяжении двух третей фильма впечатляли. Важно также то, что сам персонаж в фильме дословно назвал себя мутантом. Коим в комиксах он всегда и являлся, нося титул первого мутанта Марвел. Не по хронологии, ибо во вселенной комиксов им был апокалипсис. А по дате дебюта, ибо первый комикс с Немором вышел аж в 1939. Учитывая, что в киновселенной он родился в 16 веке, получается достаточно годная отсылка. Также и мораль персонажа в чем-то даже лучше, чем в комиксах. Там Немор хоть и антигерой, но высокомерный, местами туповатый и эгоистичный. В киновселенной, по нашему скромному мнению, все лучше. Немор стал Таносом на минималках, с такими же наполеоновскими планами, но более рациональными методами. В отличие от Безумного Титана, к идеям Немора не докопаться. Люди с поверхности действительно всех колонизируют и при малейшей слабости разворуют весь Вибраниум. Решение Немора бить первым одобрят не все, но логика в нем определенно имеется, что для хромающей на обе ноги со злодеями Марвел редкость. И вроде хочется сказать, что у такого крепкого и хорошо прописанного персонажа в киновселенной большое будущее, но концовка Черной Пантеры 2 его перечеркнула. Слишком уж легко и непринужденно Шури надрала Немору задницу. В обзоре без спойлеров мы называли смазанную концовку минусом фильма. В основном как раз потому, что она отсекает у Немора будущее. Из-за слива от Шури его не сделать злодеем уровнем Мстителей. Да и сольный фильм будет выглядеть странно. Немора сделали вассалом Черной Пантеры, а следовательно ни о каких сольниках и глобальных проектах пока речи идти не может. Никому не будет интересно смотреть фильм в главной роли с парнем, которому надрала зад ботанша, полчаса назад вколовшая себе сыворотку суперсолдата. В первых двух третях фильма Немора действительно показывали равным по силе чуть ли не Халку, но концовка полностью уничтожила его имидж. Да, Шури ослабила парня, оторвав его от воды, но выглядит это недостаточно солидно, чтобы оправдать проигрыш Бога в бою против обычного суперсолдата. Это, к слову, еще одна помарка фильма. Травка, которую едят Черные Пантеры, всегда была аналогом сыворотки суперсолдата. То есть по силе Пантера плюс-минус равен Стиву Роджерсу. Просто костюм у него, ну, покруче. Но в Черной Пантере 2 Шури показали равный чуть ли не Богу, что немножко смущает и сводит на нет логику гражданской войны и фильмов с Тчаллой. Вот и выходит, что либо Немор настолько слаб, что проиграл суперсолдату, либо Черной Пантере выдали способности уровня Халка. И то, и то выглядит притянутым за уши. Так что Немору в ближайших фильмах уготовлена разве что роль героя второго плана. Очень надеемся, что этого не случится с Железным Сердцем. Рири Уильямс худшее, что есть в Черной Пантере 2. И дело не в наших симпатиях или антипатиях. Историю Рири толком не объяснили. Последовательницей Тони Старка ее сделали вообще без упоминаний Тони Старка. А вот отсылки на Железного Человека оставлены сугубо ради отсылок. Когда в финале Сэм Уилсон говорит Стиву Роджерсу, что он слева, это душесчипательная отсылка к их пробежкам в Зимнем Солдате. Когда Рири Уильямс якобы делает себе костюм, как в свое время это делал Тони Старк, и Марвел показывает ее лицо в шлеме, это дешевая пародия, плагиат и отсылка ради отсылки. В ней нет никакой сюжетной подоплеки. Сами по себе сцены не эпичны и не несут смысловой нагрузки. Это просто, ну, отсылки ради отсылок. И смотрится такое с испанским стыдом. Тем более, что графика и харизма персонажа в сто раз хуже, чем у Тони Старка. Чем занималась Рири в финальной битве и зачем она там была нужна вообще, непонятно. Откуда у нее броня тоже, и создаются ощущения, что создателям фильма ее впихнули насильно. Вот режиссер и не стал заморачиваться, сосредоточив внимание на главных героях. А Рири Уильямс сделали за пять минут в фотошопе, лишь бы Кевин Файги не ругал. Да и Доминик Торн в образе сменщицы Тони Старка вообще не смотрится. С ее будущим все в целом понятно. Сериал о железном сердце, как в свое время о Мисс Марвел, обновит антирекорды просмотров. И Кевин Файги невзначай забудет про существование Рири Уильямс, не особо уделяя ей внимания. Ибо продолжать этот цирк самоубийственно. Из других отсылок отметим разговор спецслужб с Валентиной Аллегрой, Эверетом Россом и представителями ФБР. Там за обсуждением Ваканды проскальзывает намек на Немора и Талакан, в ответ на который Валентина спрашивает, идет ли речь о тайной стране, о которой им известно, или еще нет. То есть это жирный намек на то, что в киновселенной есть страны, о которых мы еще не знаем, но спецслужбы знают? Ходить за теорией далеко не нужно. Почти наверняка речь идет о Латверии, закрытой стране в Европе, которой правит Доктор Дум. Хотя и сцену после титров с ним убрали в фильме, отсылка на страну персонажа осталась. Не удивимся, если в итоге Аллегра и будет шпионом Доктора Дума в правительстве США. У нее, во-первых, странный акцент, во-вторых, еще более странный внешний вид, а в-третьих, странное имя и титул баронессы. Такое любит Доктор Дум в своей полусредневековой Латверии. Также во время телепередач в фильме мелькают отсылки на мемуары Человека-муравья и какой-то договор, который заключают в новом Асгарде. Это, конечно, здорово, но, как любой уважающий себя фильм четвертой фазы, Черная Пантера 2, пытаясь сделать отсылки, лишь создает проблемы. Если действия фильма происходят после Тора 4, то почему на заседании ООН нет Валькирии? Вроде как в сольнике Тора показали, что новый Асгард стал полноправным государством. Если акты Заковии все еще работают, то почему на место битвы Окойе и солдат Немора прибывают не одобренные правительством супергерои, а ЦРУ? Да и происходит это спустя сутки. Ну а вишенкой на торте стала фраза королевы Рамонды про то, что искусственный интеллект, она или поздно всех убьет. Королева, видимо, забыла, что в киновселенной уже была Эра Альтрона, и Мстители вроде бы как с этой проблемой разобрались. Да и Шури Альтрона в своих контраргументах не вспоминает, говоря, что ИИ безобидны. Хотя вроде как Эра Альтрона была эпичным кроссовером, после которого против супергероев по всему миру начались восстания. В общем, в этом аспекте четвертой фазы все стабильно. И с отсылками ради отсылок Marvel пора бы завязывать. Будем надеяться, в пятой фазе это и случится. Ведь Черная Пантера 2 показала признаки того, что дела налаживаются. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok